Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Что вам сказать, дамы и господа, невзирая на все каверзы погоды, весна неизбежна, как гибель капитализма. В частности, сегодня, вот, новости весны вам могу огласить, на Гоголевском бульваре у памятника Шолоху была изображена сцена из Некрасова. То есть вот в этой лодочке, где сидит Шолохов, были традиционно вылеплены зайцы. Так что получился такой дед Маза и зайцы. И только подумайте, Гоголевский бульвар, Шолоховский памятник, Некрасовский образ. Мы действительно литература-центричная страна. Россия, культурный код России задан русской литературой, русским языком. Год назад, тогда еще премьер-министр Владимир Владимирович Путин в своих предвыбранных статьях поставил задачу создать, сделать 100 книг для обязательно, список из 100 книг для обязательного чтения. Для того, чтобы, как он выразился, выработать общий культурный код. Министерство образования ответило делом, и к началу 2013 года данный список готов и опубликован. Любой с ним может ознакомиться на сайте Минобра. 100 книг для внеклассного чтения. О чем он говорит? Какую картину России, русской культуры он дает? Какую картину общественного сознания? Какой политический заказ он раскрывает? И нужен ли этот список вообще? Говорим с нашими сегодняшними гостями. Это Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Добрый вечер, Анна. Здравствуйте, здравствуйте. И Ефим Рачевский, заслуженный учитель России, член комиссии общественной палаты по развитию образования. Директор Центра образования «Царицына». Добрый вечер. Добрый вечер. Я народный. Народный, понятно. Да, уже народный. Уже народный. Уже народный. Хорошо. Хорошо. Поправим. Ну так вот, вообще такой вопрос наивного кандида. А зачем такие списки? Зачем вот этот список из ста книг? Вот Путин ссылался на какой-то американский опыт. А это нужно? Ко мне? Да. Но я... Да? Как к народному учителю. А, как к народному. Да, собственно, голос народа. Я полагаю, что да. Потому что если не будет этого списка из ста книг, то не будет директивного решения, какие все-таки книги читать и читать ли вообще. А если есть список из ста книг, то по логике тех, кто мыслит себя исключительно в исполнительском жанре, то вот они появятся, может быть, на полках книжных библиотек. То есть школьных библиотек, прошу прощения. Школьные библиотеки очень редко, крайне редко получают деньги на приобретение книг. А с появлением этого списка, глядишь, кто-то выиграет какой-нибудь тендер. А если исходить из того, что в России 47 тысяч школ, я не исключаю, что это комплект из ста книг. Ну, достаточно, наверное, однообразном переплете, как оно обычно бывает, вот, появится в каждой маленькой школьной библиотечке. А он будет востребован, как вы считаете? Это вообще имеет какое-то, вот, когда я гляжу на нынешние законы и всякие инициативы власти, у меня такое ощущение, что практически ничто из этого не будет востребовано. Из головы прагматизма, что книги на бумажном носителе нынче дороги, довольно-таки, а школа, чей бюджет не позволяет купить, ну, допустим, Геллеровского или Грина, я вот случайно на букву Г наткнулся, да? Да. Если она это получит в качестве подарка, то это будет уже хорошо, и глядишь, из этого списка из ста книг кто-то возьмет то, что ему нравится. Ну, я полагаю, что выстроится очередь за темными аллеями, вот, точно совершенно. Вот, меньше будет очередь, ну, допустим, за, не берусь, за эпосами, былинами и летописями, это точно совершенно. Якутские там у нас есть. Да, там есть, но почему же, алонг, это здорово, это интересно. Я посмотрел, здесь есть помимо эпосов тех народов, которые населяют Российскую Федерацию, еще и наши собратья по прошлому по СССР, ну, например, киргизский эпос «Манас». Ну, вот, да, Витя Сосунский, но при этом, что интересно, ну, нет, да, 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 но нет его, но нет Витязя. А где Молдавский эпос? Он есть, значит, Витя Сосунский, вот, на букву «Р» предлагаю вам смотреть. На букву «Р», да. Руста Велише, Витя Стигрова Шкуля. А, есть. Нет, значит, тут надо сказать... Он не по части эпосов идет, понятно, он по части авторской прозы. Следующее, что, ну, если действительно попытаться зачем-то серьезно отнестись к этому списку, который лично, я действительно считаю, что, ну, вот, если говорить о списках, как о списках, там, не знаю, принципиально, то можно много чего сказать. Есть множество соображений разных, есть огромный опыт мировой разных списков, который всегда, значит, не расширение образования, а его сокращение. Это факт. Это не то, чтобы я придумала, это они так задумывались. Вот, но если говорить конкретно, обсуждать этот список, то, значит, можно или воспринимать его, как я, как просто страшную халтуру, что просто вот люди полтора года, да, они, и они здесь в преамбуле, ссылаются на какую-то экспертную группу, на то, что они отобрали этот список из пяти тысяч книг. Вот, когда ты смотришь на этот список, то ты понимаешь, что не то, что там пять тысяч не было, а это просто, значит... А может быть, отобрали только то, что читали когда-то? Ну, нет, вот это известный есть такой, значит, тут моя приятельница мне рассказывала, что она приехала в Израиль, и там мальчик учит, ну, как бы русский язык, учит русскую литературу, и она посмотрела у него список, который, значит, ему учитель предлагал читать, и ужасно удивилась, какой он странный. И говорит вот маме мальчика, слушай, а чего? Ну, такие какие-то странные списки, ну, ясно, что он в чемодан положил, тот он в список и ввёл. То есть этот человек, учитель, какие книжки с собой привёз, вот он такой список и составил. Ну да, тут, собственно, багаж такой. Абсолютно. Единственное, так сказать, тенденциозное, что можно про этот список сказать, потому что, надо сказать, здесь прямо вот сто цветов, понимаете? Здесь и какие-то совершенно коммунистические книги, и, пожалуйста, тебе Деникин, очерки «Русские смуты». Да, удивительно, там Фатеев, «Молодая гвардия разгром». То есть политически всё, значит, абсолютно какая-то, значит, мультиполитичность представлена. Единственная некоторая такая тенденция, которую можно блюсти, это то, что этот список составлен так, как будто Советский Союз не распался. Он составлен так, как будто все республики вместе с нами, и это можно рассматривать как некую угрозу, что вот, может быть, для юного поколения рассчитывают, что мы это всё ещё обратно к себе присоединим. Или, как я считаю, что это взят за основу некоторый список РАНО какого-нибудь 89-го года и просто так слегка перекроют. Вы знаете, я думаю, нет, я думаю, это всё-таки даже не список РАНО, а по, как я вот читал, по утверждениям составителя этого списка, эти все эпс-национальные появились после редактуры в администрации президента. То есть это ими лично они были внесены. Тогда, может быть, это агрессивное, вот то, что многие люди подозревают, что мы ещё обратно их всех... Это и есть. Ну или хотя бы у нас была Великая Держава, у нас была Великая Эпоха, вот скольких мы объединяли под своим... При этом, значит, ну, составители действительно были в некотором таком очень сложной ситуации, потому что вообще-то один список книг у нас уже есть, и он не колебим, да, это школьная программа. И некоторые... Колебим, колебим. Ну, пока он не колебим, потому что всё-таки... Да, что всё-таки там слухи о том, что войну и мир оттуда уберут, они пока что сильно преувеличены. Поэтому они, значит, да, им приходится вставлять. Там, например, все им говорят, почему вы вставили Рождественского, и у вас нет Мандельштама. Да. Выступает, значит, представитель Минобра и говорит, потому что стихи Мандельштама и Цветаевой Ахматовой есть в программе в достаточном количестве, чтобы иметь представление об их поэтике. А Рождественского нет. Ну, мы также можем спросить, почему не Дузнесенского? По-моему, он есть. И вот тоже здесь нет. А вы нет? А вы не Дузнесенского. Ну, да, вот есть действительно... Я полагаю, знаете, в чём беда? Нет? Что их что? А нет? Одна из бед. Нет, ну почему, мне кажется, можно было выгнуть прекрасную книгу товарища Горянина «Россия. История успеха» в двух книгах. В двух книгах, заметьте. Так что, между прочим, уже не сто, а сто одна. Вот. И вставить, например, Вознесенского. Хотя Рождественский, на мой взгляд, вообще непонятно, в каком списке должен, например, быть. Ну, тут непонятно, ещё Боханов, Александр Третий, какая-то вот эта вот вещь. Да, вот поэтому мне кажется, что, так сказать, обсуждать серьёзно вот все, как бы, вот, как они сказать, entries, все члены... А вы знаете, вы, я хочу, чтобы вы угадаете, почему нет войны и мир. Ну, потому что он в программе. Ну, потому что он в программе. Так нет, тут нету и преступления и наказания всех того, что в программе нет. Значит, это в программе совокупности и так далее. Вы знаете, нет, я что хочу предложить, всё-таки обсуждать не список, а обсуждать некое сознание его породившее. Ну, во-первых, действительно очень интересный вопрос, потому что сто книг. Это вот мне кажется, такой совершенный эффект такого постмодерна. Вот везде продаются книжки, сто фильмов, которые вы должны посмотреть, сто городов, в которых вы должны побывать, сто художников, которых вы должны знать. Вот это самое, давайте вот сто книг. Вот эта вот магическая цифра сто, она абсолютно к нам приплыла из такого постмодернистского сознания списков. Но второе гораздо интереснее, это то, как этот список конструирует нацию. То есть явно здесь создаётся некий заказ. Вот то же самое, что, мне кажется, с единым учебником истории, который гораздо более чувствительная вещь, чем вот этот список литературы. Вот здесь вам не кажется, что некая симметрия есть? И школьная форма единая, да? Такая очень православненькая, если вы её видели. А она что, будет обязательна? Нет, мы не видели её. Мы её видели на просторах интернета. На просторах интернета гуляет, да. Зайцев сделал её. Девушки с покрытыми головами, как в храме. Нет, представили новый проект, новый школьный форма, это факт. Я полагаю, что представлено будет десятка три проектов, это, наверное, один из них. Я тоже так думаю. Тем не менее, форма, учебник, литературный список. Создаётся некая непротиворечивая такая вот национальная культурная парадигма. Мне кажется, что если говорить о практических вещах, вот не просто ахать по поводу, хотя это тоже интересно и даже отчасти плодотворно, значит, ахать по поводу, да, ну вот всеобщей унификации, попытки, значит, вот создать некое единое, значит, постриженное под общий горшок, значит, сознание нации. Единственная реально, так сказать, опасная вещь, которая, это единый учебник истории, который, во-первых, там уже и, как сказать, он продвигается, да, и, во-вторых, действительно, потому что, ну вот если говорить про этот список, ну, конечно, во-первых, тоже, если прочесть преамбулу, мы видим, что Министерство несчастное образование или счастливое, просто в каждой строчке здесь вопит, что мы вам его не навязываем, это просто вам для информации, что эти книжки есть на свете. То есть на данный момент и предлагается сотрудничать с родителями, и, в общем, все самое хорошее предлагается. Так сказать, конечно, возможно, что при закручивании дальнейшим гаек и от того, что из-за вот тех статей Путина этот список получил название путинского, там какие-то особые энтузиасты могут его уже в обязательном виде предлагать. Ну, у нас же известно, как это бывает, рвение на местах, оно перекрывает любые совершенно, да. Но, в общем, если говорить, так сказать, ну, с другой стороны, это настолько эклектичная и странная вещь, что я не могу себе представить, да, что дети прямо станут рвать друг от друга Давида Сосунского, ну, не говоря о том, что вообще вот там, не знаю, чтение, сейчас это такое, детское чтение, это вообще очень проблематичная вещь. Ну, эклектика, мне кажется, вообще это некий стиль современной власти. Общий учебник истории, да, когда действительно некую одну, как бы, представление о прошлом навязывается, значит, и предлагается абсолютно единая, так сказать, вот парадигма, по примеру советскому, вот это, по-моему, действительно вещь опасная. Ваши отношения к общему, к единому учебнику истории. Мне кажется, он тоже, вот, как Анна говорит, достаточно эклектичный, в том смысле, что он и имперский. Я правильно понимаю, что мы со списком сейчас вот покончили. Ну, нет, я думаю, что еще, да, мы спросим наших слушателей, как они относятся, но мы вернемся к нему. Это очень коротко, я абсолютно солидарен с вами, что на местах могут быть люди в большей степени роялисты, чем сам король, вот, и вынудить, да, заставлять там и так далее. И такая угроза есть, хотя угрозой ее назвать сложно. В целом, вырванные куски из этого списка, сами по себе, есть очень неплохие, интересные, азартные вещи, за некоторыми исключениями, которые вы только что обозначили. Вот, в том числе и связаны с фальсификацией истории, тут есть такие моменты тоже. Я-то полагаю, что вхождение всевозможных эпосов, это реверансный шаг относительно того, что было, и, может быть, того, что будет. Да, кстати, мне очень странно, что появился Керша Данилов, вот, сейчас же у Керша Данилова, я читал его тексты в юности когда-то, мы их смаковали, потому что там очень много веселых выражений. Они почти такие же, как переписки Иоанна Грозного и Копского, как это будет сочетаться с новым законом о цензурных словах. А они тогда еще не знают. Могли бы и заветные сказочки Афанасиева включить, но не стали. Может быть, там пойдут многоточия какие-нибудь, я не знаю. Вот, в итоге, очень хочется надеяться, что эта магическая цифра 100 никого не ведет в транс, и где-то будет тысяча, где-то будет 200, где-то 300 и так далее. Поэтому, ну да, тенденция ли это? Полагаю, что да. Полагаю, что да, с одной стороны. С другой стороны, абсолютно убежден, что учитель истории, учитель литературы вряд ли будет иконизировать вот это. Надеюсь, что так. И Министерство образования реализует то, что в преамбуле было. Ну, будем надеяться, что это все не будет. Вы знаете, мы сейчас уйдем на перерыв. И между тем, все-таки, чтобы пока не закрывать вот эту тему, мы поговорим, естественно, шире о состоянии современного образования. Я хочу задать вопрос нашим слушателям. Телефон наш, студийный, 65 10 99 и 6. Поддерживаете ли вы идею вот этого вот списка из 100 книг, списка для чтения? И что вообще, по-вашему, должны читать дети? 65 10 99 и 6. Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о списке из 100 книг. Вы помните, в истории список запрещенных книг. У нас список разрешенных книг, который был высочайшей санкцией дозволен и сейчас предложен министерством образования. Список для внеклассного чтения. 65 10 99 и 6. Телефон студийный прямого эфира. Звоните нам и скажите, поддерживаете ли вы идею списка вот этих вот 100 книг, которые дети должны прочесть? И что вообще должны читать дети? Вы знаете, у меня вот какой вопрос, чтобы остаться с этим списком. А в какой мере вообще иностранная литература присутствует в школьной программе? Или зрителям слушателям? Да, да, нет, нет, я вас... Она присутствует, она представлена в виде абсолютно признанных классиков, таких как Шекспир, реже Лопа до Вега. Нет, а есть ли там, скажем, Алиса, Алиса в стране чудес, Милл? Для факультативного изучения, разумеется, нет нигде Гарри Поттера, но я точно знаю, что в одной из питерских школ мне рассказывали чудную историю, когда учительница в шестом классе, если дети хорошо читали то, что положено в программе, она в последние 15 минут урока разрешила услугу почитать Гарри Поттера. И все так старались хорошо читать. Это очень веселый. Ну, в общем, мне кажется, что... Вообще, я должен добавить, что в связи с появлением все больших и больших предметов, большего количества предметов в школах, к сожалению, количество часов, раньше отводимых на литературу, их было четыре, сегодня только два. Сегодня только два. Учитель абсолютно свободен в выборе. Единственное, что его лимитирует, это содержательная сторона контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ. Вот я хотела об этом сказать. Единственное, что... Но во всем остальном он абсолютно свободен, и, более того, в соответствии с действующими, новым законам образования никто не вправе посягать на его выбор. Но тот минимум, который в ЕГЭ представлен, он обязательно должен выполнить. А часов, то есть времени на это, вот столичка, мало. Следовательно, он зажат. У нас есть звонки. 65, 10, 99 и 6. Поддерживаете ли вы идею списка и 100 книг? Александр, педагог с 30-летним стажем. Александр, слушаем вас. Я со своего 30-летнего педагогического стажа, который начинался с пионера Вожатого и закончился директором школы, могу сказать следующее. Ну, во-первых, большой привет Ефиму Рачевскому, которого я достаточно хорошо знаю, он меня может быть нет. Дело все в том, что дети читают то, что им нравится. А им нравится, ну, скажем, Эрик Сегал, «История любви». Ну, совершенно прекрасное произведение, по сравнению с которым отцы и дети, вот, ну, рядом не стояли. Значит, им нравятся кондуиты швамбрания льва Кассиля, которые про них, вот, все, что про детей, дети будут читать. Все остальное они читать не будут, если я вам говорю как педагог с 30-летней практикой, вот, который этим занимался достаточно долго. — Понятно. Спасибо, Александр. — Спасибо. — И еще, Александр, на линии. Слушаем вас. — Алло, добрый вечер. — Добрый вечер. — Вы знаете, я не знаком с этим списком, и, в принципе, я считаю, что обсуждать действительно можно стоить не список, а то, что... — Саму идею. — Детям должен... Детям нужно, знаете, им нужно вкус к чтению прививать в школе, что, к сожалению, большому отсутствует зачастую. Ну, видимо, где-то вот факультативно, где есть энтузиасты такие, люди, которые вкус к чтению имеют сами. А так это, на мой взгляд, система образования сейчас все больше и больше формализуется, скатывается к этим, так называемым, рабочим тетрадям, вот. И отсутствует вот вкус, интерес к чтению как-то как способа получения информации, он, мне кажется, вообще угасает. Вот это плохо. Поэтому список — это дело десятое. А вот сама тенденция — вот это настораживает. — Да, поговорим об этом. Ну, вот Александр ставит, а вообще дети читают книги? — Дети читают. Это иллюзия, что дети не читают. Это иллюзия, это наветы, это мифы. Читают книги. — Бумажные книги. — Бумажные книги. — Ну, какая разница? — Вот. — Ну, разница. — Ой, нет, я это просто... — Ребят, я хотел Александру... — А люди, которые на папирусах были, тоже говорили, ну, что ж такое-то вообще? — Хотите, я поспорю вот с вами, с двумя, да, что школа мало повлияла на привитие вам вкуса к чтению? Скорее всего, это произошло либо до школы у вас у обоих, скорее всего, это до ум произошло. Ну, допустим, как у Александра Сергеевича, который начал читать гораздо до школы. Я к тому, что, ребят, не забывайте, что помимо школы есть семья, есть еще что-то, еще что-то и так далее. — Я-то с этим почему спорить? Я совершенно согласна с этим. — Ну, согласна вы с этим. — В нечитающей семье, прошу прощения, ребенок не будет читать. — Факт. Просто факт абсолютно. — В семье, где нет книг, ребенок не будет читать. Эксперимент рассказать один. Года три-четыре назад еду по своей улице, где школа, и увидел картину, которую не видел лет 30. Идет по улице 14-летний подросток и на ходу читает книгу. Я помню, как я сам... — Это мою дочь вы встретили. — Да. — Моя дочь на ходу читает книгу. — И у меня щелкнуло, что, оказывается, им надо книгу дать. Если им книгу дать, то они ее возьмут. Что я сделал? Я издавал, привез то, что уже не вмещалось, штук 300. Вестибюль разместил в старых книжных шкафах. Потом стали приносить другие, родители и так далее. Сейчас вестибюлю в открытом доступе около десятка тысяч книг. Любые. Металлургия, справочник по гинекологии, Шекспир старый, Макаренко и так далее. Им надо дать, они их читают. — Я совершенно тут согласна, надо сказать. И тут вот есть кое-что, с чем я теперь уже с собой не согласна, да, насчет электронных книг. — Да, вот я тоже хотел поспорить. Это очень важно, что принесли бумажные книги, и они их берут с полок. Александру, который только что звонил, да, вот в школе вкус чтения, а ваш ребенок, он давно вас видел читающим. Вот для того, чтобы читали дети, действительно, и тут я просто считаю, что бумажная книга, она важный очень объект. И нужно, чтобы там ребенок, который мотается по квартире, он видел, что папа или мама не уткнулись в компьютер и не что, а они читают книгу. И вот тогда он, может быть, и, например, у них выражение, я не знаю, некоторое удовлетворение на лице в этот момент. И, может быть, тогда они будут читать. Поскольку взрослые люди в теперешней по разным причинам читают вот книгу, сидя, очень редко, да, ну или вот, то что с детей-то требуется? Откуда они видят примеры? Ну да, книги должны быть дома, разбросаны все, да, лежать на плоскостях, на подоконниках. То, что я хочу сказать, что не надо уж так прямо вот все валить на школу, чтобы она прививала вкус еще к чтению. Но если говорить вот о том, что сказали насчет Шекспира и так далее, давайте тоже не будем себя обманывать. Значит, это существует то, ну, чего, как бы, что уже все победило, значит, чего я была, как всегда, страшным врагом, но делать уже с этим нечего, значит, существует ЕГЭ. И не нужно себя обманывать, что дети, которые вот не, ну, не читают для собственного удовольствия и не рыдают над Ромео и Джульеттой, а вот то, что они будут читать, это то, что входит в список ЕГЭ, и то, что им нужно сдавать. Я правильно понимаю, вы читали «Мертвые души», потому что была опасность, что они попадутся в экзамене по литературе. Почему я? Причем здесь я? Это нынешнее поколение. Нет, 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 я сейчас говорю не о поколении. Нынешнее поколение почти ничем не отличается, но я не говорю про свое, но от вашего очень не сильно отличается. Кстати, я вам скажу, что я училась в советской школе, в дворовой советской школе, нас в классе было 45 человек. И вот если взять меня, то да, я читала очень много разных книжек, очень много разных, и меня все дразнили синим чулком и так далее. А да, другие дети, безусловно, читали «Мертвые души», только очень многие из них, для того, чтобы написать выпускное сочинение. А какое количество студентов филфак читает Шекспира, для того, чтобы сдать за счет позарубежной литературы? В общем, да, в общем. И вдруг бац, Анечка, прошу прощения, я себя вспомнил на втором курсе университета, когда я так начал читать Шекспира, в переводе Пастернака, Анекста, и вдруг он мне открылся. За три дня я его полюбил, потом стал читать. Плохой перевод Пастернака, я считаю, но надо читать в переводе Лазинского. Согласен, да. Шепкин и Куперник, да, замечательно. Много-много, Анны Радлой. Но просто мне кажется, что да, безусловно, нет, бывает, и мне рассказывали, как человек, не знаю, поверил в Бога, реально стал христианином, читая «Войну и мир». Вот так ему открылось. Бывают разные откровения и всякие вещи на свете. Но вот если средняя температура по больнице, нечего себя обманывать. Никого Шекспира, никто ни в какой школе реально не проходит, если это не гуманитарный класс. Я точно совершенно знаю, что вашу программу не слушают вот те, кто ходит в кампанию средней температуры по больнице. Но мы же должны о них заботиться. А они все равно на вашей волне. Вот я должна сказать, что это удивительно, что я в каком-то огромных прениях про ЕГЭ тоже встретила разных представителей Министерства образования и разработчиков стандарта нового. И, значит, я все время отсылала к каким-то детям, не знаю, говорю, вот если мы возьмем провинциальную школу, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и эти все люди не говорили, а что вы так заботитесь о провинциальных школах? Вы-то здесь живете? У вас какой ребенок в школе? Я говорю, в такой-то. Они говорят, ну, а вы-то вообще о чем говорить здесь? Как будто бы вот действительно нету каких-то других людей, детей, как провинциальных школах. Конечно, надо говорить. Это же общий. Компания русской интеллигенции, это точно совершенно. И мы знаем, в каком они сейчас состоянии. Ну, была. В разном состоянии. Не знаю, в какой сети осталось. Я солидарен с Сергеем по поводу того, что была. Хотя в каждом губернанском городе есть несколько хороших гимназий, есть сельские школы. Я про то, что не надо преувеличивать смыслы и значимость школьного образования. А так с этим я как раз согласна. Мы все с этим согласны. Точно так же, как не надо преувеличивать смыслы и значимость вот этого. Я считаю, у него вообще нет никакого смысла и никакой значимости. Ну, обозначили 100. К сожалению, большая часть... Нет, почти все эти авторы, их нет в живых. Вы обратили внимание? Здесь есть кто-нибудь в живых? Нет, есть современная. Это, кстати, другая вещь, которую я хотел обсудить. А есть живой кто-нибудь, нет? Я вспомнил слова Гонсороса, чтобы стать классиками, ему осталось только умереть. Ну, так это правда. Я понимаю, что если был бы кто-нибудь живой, он мог бы сказать, что я попал в список 100. А есть Петрушевская? Да, вот она под 61-м. Пикуль, Пикуль вы? Пикуль скончался. Скончался. Ну, я имею в виду из современных писателей нашей эпохи. Стругацкий был еще жив, когда они делали. Вот это вот меня очень интересует. Петрушевская, Пикуль, Стругацкий. Кто вот это вот определяет? Кто определил, что современный писатель является классиком? А здесь не идет речь о классике. Здесь не идет речь о классике. Это не классика. Классический только эпос здесь. И Лев Николаевич. Хорошо, что он является необходимым фигурантом списка 100. Но потому что это ведь сначала же шли... Это же вкусовщина чистая. Примерно когда вводился этот список, тогда же вот был страшный шум, и что выводят из школьной программы уже Куприна, и туда вводят чуть ли не Осара Эппеля и Улицкую. И Пелевина, и Пелевина, и Пелевина. Там вводы куда-то. Вот знаете, резонанс какой был. А почему нет ста музыкальных произведений, которые должен прослушать каждый? Кино уже есть. Кино нет. Они в проекте. Как нет? Я разговаривала с разработчиками. Сто фильмов, да. Сто фильмов, да. Почему нет ста полотен, которые надо посмотреть? Нет, ну вообще их нет. Они есть, конечно. Такие списки существуют просто. Они не стали номенклатурным списком. Ну, знаете, с музыкой было бы гораздо проще, скажем. Я могу, мы как-то давно с моим приятелем-меломаном определили, что вот для хорошей базовой коллекции хватит тысячи компакт-дисков примерно. Вот как бы базовая классическая музыка, 90% которой исполняется в большом зале консерватория. Я бы еще добавил 100 памятников архитектуры, правильно? Ну нет, ты все тут немножко боишься. Я как директор школы ратую за то, чтобы было этих сотен как можно больше, чтобы они были тысячами, и тогда школа будет хорошо. Чтобы они мотивировали. Дайте секундочку, сейчас я озвучу наш телефон студийный, чтобы нам еще могли дозвониться. 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, поддерживаете ли вы идею списка разрешенных книг? Анна, давайте сейчас один звонок возьмем, и затем прокомментируйте. Максим. Алло, здрасте. Да, добрый вечер. Я же не сам начал просиделся к вашей дискуссии, поэтому не смогу обратиться по именам к вашим гостям. Да, это напомню, это Анна Анна Наринская и Ефим Рачевский. Анна, я еще раз говорю, Максим Завод. Вот я на самом деле обеими руками, как сейчас сказал Ефим, за любые списки, какой их будет, чем больше, тем лучше. Но при этом, вот знаете, мне 30 лет, и у меня всю жизнь была огромная проблема сесть и начать читать. Я прочитал за эти 30 лет буквально там считанные единицы книг, и вот, ну не знаю, с чем это связано, сажусь читать, и прям вот, ну, раз. Причем предисловие читаешь, очень интересно, очень увлекательно. А как только начинаешь погружаться в книгу, отвлекающие какие-то моменты появляются, и уже на середине книги думаешь, да, уже конец. Максим, а с чего вы больше информацию извлекаете? Как вы потребляете информацию? Интернет? Вот я для себя нашел, в данный момент, к сожалению, да. К сожалению, это именно бич современного. И что, новостные сайты или аналитика какая-то, или что? Аналитика, документалистика, исследования какие-то, ну, что-то вот такое с элементом экшена, будем так говорить, вот что-то такое. А какая-то статья с очень интересным заголовком, пускай даже, может быть, какое-то исследование, к которому я, казалось бы, в повседневности не буду иметь никакого отношения, но оно завлекает. Но я понимаю, что у меня сейчас растет цены, и мне надо как-то его попытаться не то, чтобы приучить книжкам, а дать понять ему, что это интересно. Отнимите, 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 оставьте какое-нибудь одно, ну, конечно, да, вспомните Александра Сергеевича. Я начал свое чтение с Декамирона, естественно, в 5 или 6 лет, не помню уже, и так далее. Но это шутка. Мне нравится, как Максим излагает мысли, мне нравится его язык, не взирая на то, что вот он далек от билетристики. Я знаю девушку, выпускницу филологического факультета, но не может она билетристику читать. А предисловие, аналитику и все остальное с большим удовольствием. Бахтина, да, допустим, а тех, о ком Бахтин пишет, нет. Но при этом, знаете, вот я еще что хотел сказать, я в свое время, ну, так жизнь сложилась, много мест где работал. Я вот, когда мне было 20 лет, работал, ну, так пришлось, таксистом. И, кстати, не могу сказать, что это какая-то плохая работа, она дала мне очень многое в жизни с точки зрения общения с людьми, и именно вот как раз-таки построение диалогов, потому что от того, как ты построишь отчасти диалог с пассажиром, зависит, заплатят тебе или не заплатят. Да, но в целом я для себя на тот период жизни открыл очень интересные аудиокниги. Конечно, очень многое зависит от того, кто читает и как читает. Но в целом я читал, например, «Трудно быть богом», а потом послушал «Трудно быть богом» в исполнении господина Ермольника. Я просто был под впечатлением. Вот такое ощущение, что передо мной сейчас сыграли театр, и актерами были какие-то немоверные просто создания. Ну, действительно, для меня это прямо вот было что-то такое невероятное. Я так полагаю, что Ермольник лишил у вас возможности сотворчества со Стругацкими, у вас был бы другой. Наверное, да, наверное, да. Но, наверное, это один из способов, как можно познать литературу. Мне так кажется. Понятно. Максим, спасибо, спасибо. Ну, что посоветуем Максиму? Ну, подожди, а тут нечего советовать, потому что вот в Америке бы, значит, просто даже, ну, ему поставили диагноз, это называется дислексия, потому что, понимаете, когда он говорит, что он не может, это что, ну, тут он, как он говорит, что он не может читать, то он не может просто читать. Потому что если он может прослушать аудиокнигу... Нет, нет, вы не правы, Анечка. Он не сказал, что он не может читать, он не может читать билетристику. Нет, почему? Он не может, он не сказал, что он может читать нон-фикшн. Он не сказал, что, а вот нон-фикшн, а вот карамзина, знаете, от корки до корки. Синдром рассеянного внимания, в том числе. Это диагноз, потому что, понимаете, вот это важная вещь. если бы он сказал, и стали мне читать аудиокнига «Трудно быть богом» или «Любая», и я тоже в середине, так сказать, заснула. Если человек, пускай через уши, готов этот текст воспринять, то это не значит, что он не способен воспринимать книги. Он просто не способен воспринимать книги, скользя глазами по строчкам. И, скажем я, меня это страшно сейчас раздражает, потому что, скажем, за границей, где я много провожу, ну, когда-то жила и много провожу времени, то это просто у Максима, так сказать, ему... То есть ему бы дали таблетки? Нет, таблетки ему не дали, ему просто перевели бы на аудиокниге, ему никто бы не предлагал ему читать. Насколько вот этот симптом характерен современным детям? Клиповому сознанию, визуалам, поколению визуалов? То, что клиповое сознание присутствует, это точно совершенно. Мы называем это мягче, экранное восприятие. Вот это чуточку помягче. Тем не менее, всё зависит от того, из какой среды дети приходят в школу. Я вот зацепляюсь на этом. То есть, опять-таки, семья, наличие книг дома. Да. И есть интересная закономерность. Чем успешнее ребёнок, тем меньше времени семья проводит телевизор. Ну вот, я должна сказать, что у меня двое детей, которые выросли в одной и той же семье, с одними и теми же родителями. Всё, девочка не просто старшая, не просто читает, а она прочла больше, чем я. И я иногда стесняюсь, потому что, когда она начинает выходить к моим друзьям и через слово что-то говорить, ну вот, ей 18 лет, значит, там, ну и вот Киркегор там. И я думаю, иди уже отсюда, потому что моим друзьям как-то неудобно в этот момент становится. И мой сын, которому он, ну, я не знаю, это моя страшная боль и борьба, и меня все... Я такой эксперт, знаете, как предложить детям чтение, как их приучить, а своего сына я приучить не могу. Я ему всю жизнь вот то же самое, я ему читаю вслух очень много до сих пор. А можете ли вы приучить своих детей читать? Что вообще должны читать дети? И нужны ли нам списки из 100 обязательных книг для чтения? Позвоните нам по телефону 65 10 99 6. Мы уйдём на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология» 65 10 99 6. Наш телефон. Позвоните нам и скажите, поддерживаете ли вы идеи государственного списка из 100 обязательных книг для чтения? И что вообще должны читать дети? 65 10 99 6. А у нас в гостях специальный корреспондент издательского дома коммерсанта Анна Наринская и народный учитель России Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына. Ну, я вот что ещё... Кстати, вот я хочу озвучить в ЦИОМовский опрос недельной давности по вот этому списку из 100 книг. Три четверти россиян поддерживают 72%. При этом, смотрите, активнее всего инициатива поддержали женщины 75%. И те, кто имеет библиотеку менее 300 книг или не имеет книг вовсе, 73-76%. То есть интересно, что люди из некнижных семей, они чаще поддерживают вот этот список как некий такой навигатор в море литературы. Например, опять же, Путин в твоей статье, где он нам предлагал, значит, этот список, да, он, ну, и даже известно, кто эту статью для него писали, готовили те же люди, которые... Та же группа, которая в основном занималась вот этим новым образовательным стандартом. Вот. И там было очень много ссылок на американский опыт по борьбе с мультикультурностью. А именно, когда, значит, в Америке появилась вот эта тенденция, что никакой... По борьбе с мультикультурностью? По борьбе с мультикультурностью. Потому что, когда в Америке появилась, значит, эта тенденция, что разница между Шекспиром и каким-нибудь индейским там, не знаю, вот... Песня Гаяватии. Ну, нет, песня Гаяватии это великое произведение. Но это все-таки нет, это классика. Нет, каким-то африканским... Ну, понятно, да, да. ...каким-то священным гимном. Нет никакой разницы. И не только для них там внутри, в Африке, для них, наверное, действительно. А вот для нас, ну, европейцев, американцев, людей такой культуры тоже не должно быть никакой разницы. И тогда это была очень сильная тенденция. То появилось знаменитейшее сочинение, которое называется Western Canon, западный канон. Да. Да, которое и было вот этим вот, значит, главным, которое доказывало, что нет, для нас, людей, вот этой культуры, так сказать, ну, наследно европейской, да, существует вот этот главнейший канон. И там было представлено гораздо меньше, кстати, чем 100 книг, ну, меньше, чем... Кстати, по-моему, Билканин это где-то усилил очень в книжке «Смерть Запада». Да, но он написал это Горольд Блум, автор этого списка, да? Горольд Блум, да. Вот, то нам нужно вот нечто такое предложить. Однако, заметим, Блум предложил совсем не американскую литературу, да, он предложил именно полный западный канон. А нам вот предлагают, ну, так сказать, русско-советские книжки плюс какие-то, значит, бывших республик. Но что я просто хочу сказать, что списки действительно работают только в том случае, если, как я совершенно согласна, если их много. Вот если есть список мультикультурный и антимультикультурный, и список феминистской литературы, и список еще какой-нибудь литературы, или просто список литературы без уклона, тогда они работают. Если же, конечно, предлагается некий один директивный список, то это плохо, а не хорошо. А когда таких списков много, и последнее, что я хочу сказать, почему, когда списков много и хорошо, тогда список как факт становится хорошим делом. Потому что вообще-то, ну вот мы говорим, да, люди происходят из разных семей, из разных сред и все. Многие люди просто не знают, какие есть книжки. И не нужно обманывать себя, что это еще некий источник информации. И поэтому, например, мы тут столкнулись с тем, что я сотрудничаю с одним детским издательством, и там они очень, у них там сайты, у них множество, множество, они очень работают с интерактивом, им приходит множество писем. И вот что пишут мамы, да, они только умоляют, выставите список, что детям читать. Выставите список, что читать младшим детям, не более старшим детям. То есть люди, которые, ну как бы сами не могут детям это обеспечить, они просят просто, ну как сказать, информацию. А вот вы точно эту социологию подтвердили, то, что женщины и люди, которые не ориентируются в мир из них. Поэтому, извините, пожалуйста, одну минуту, что эти женщины, они же не знают, какой список. Они просто рады, что есть какой-то. Произошел разрыв. Сейчас объясню, что за разрыв произошел. Вы помните, когда книга была дефицитом в России, в Москве? Макулатуру сдавали, да. Сдавали макулатуру, было какое-то несчастное Кишиневское издательство. Вот, она была средством обмена и капитализации и так далее. И потом наступил второй этап, когда книга стала частью интерьера. Вот, когда во всех домах, ну, условно, не пьющих семей были обязательно собрания, члены Диккенсы, Глзорсы. Библиотека семейной литературы. Библиотека семейная литература. Библиотека семейная литература, кстати, двести томов. Двести томов, да, и тоже ее кто-то собирал. Нет, так и какие переводы там расходы. Да, ее собирал, если я не ошибаюсь, Академия наук. А потом, помните, была серия Академия, великая серия Академия, там и так далее. Потом произошел разрыв, и этот разрыв произошел в начале 90-х годов, когда, с одной стороны, появилось очень много макулатуры дешевых изданий, и не было альтернативы никакой. Анжелика Маркиза Ангелов. Ну, это не самый дурной вариант, я не буду никого сегодня обижать, есть много других вариантов и так далее. Ну, пришло это тогда с этим впервые. Да, а потом, посмотрите, помню один момент. Знаете, ведь магазин Москва, Москва одна от Тверского вида. Да, Москва, да. Я очень хорошо помню, Москва работала до часу ночи, там можно было купить виски ночью. Да, виски. Это начало 90-х годов, и не только виски, выпить и так далее. Сегодня она тоже работает до часу ночи. Такой ночной набор, Томик Бадлера и маленькую бутылку виски. Крупные московские книжные магазины стали работать до часу ночи, некоторые из них. Время до 4 часов утра. Времени найдете ни одного продовольственного магазина, работающего до 4 утра. Произошел какой-то ренессансный скачок, мне такое подтверждение Аниных слов, о том, что люди говорят, дайте нам, мы не знаем, что есть. Почему они это пропустили? Вот сейчас как раз пошло то самое поколение, которое это пропустило, но они уже стали родителями. И они очень хотят, как нормальные родители... Вот как Максим, нам звонивший, 30-летний, который... Да, да, совершенно точно. Когда в Диковинку был видеомагнитофон, когда, помните, первые аудиокниги и так далее, когда люди этому удивлялись. Сегодня признак большей степени свободы — это отсутствие мобильника и автомобиля, на самом деле. И телевизора. Да, и телевизора. А тогда это наоборот, все это притягивало. Ну, вот при этом я совершенно согласна, просто подтверждение некоторого оптимизма. Хочу сказать, что я живу... Около меня магазин «Библиоглобус», и я туда пришла, и там теперь везде стоят такие экраны, где, знаешь, можно искать книжки, ну, то есть, как бы вот компьютер, тачскрин. И там стоит мальчик передо мной, и, значит, я смотрю, он набирает «Вонегуд», «Буковский», там что-то «Хэммангуэй», ну, что-то вот так, и, значит, список, и я говорю, это тебе где-то рекомендовали? Он говорит, нет, вы знаете, вот я читал только одну научную фантастику, а теперь решил, что я хочу прочесть всю классику. Вот, и это очень хорошая книжка, но это его представление о классике. Конечно, а это классика. Сегодня это же классика, и «Колыбель для кошки» и все остальное. Я однажды зашел на один молодежный форум, и там шло обсуждение Ивана Николаевича «Война и мир». Я не забуду этого, как клево мужик написал, а ты читала примерно вот это. Ну, нет, гораздо лучшая история, это про то, как я пошла, знаете, честно смотреть фильм Анны Каренина, вот сейчас новый, и рядом со мной сидела два, пара сидела, молодая, и когда я в свет включился, они были с перевернутыми лицами, просто совершенно, потому что они, ну и по их словам, я понимаю, что они были поражены, что все так плохо кончилось, что они думали, что, да, что можно все-таки как-то. А вы видели, кстати, анонсы на Первом канале фильма Анны Каренина-Соловьева? Там фанатические шины такие, флэши-флэши идут. Надо ли говорить мужу? Измена, что дальше? Вы знаете, что я вообще... И вот такие вот флэши-флэши идут на Первом канале, это потрясающе. В ситуации, ну, достаточно дурных детективов, которые сейчас везде идут, Покетбук там и так далее, может быть, они поймут классный автор, как они говорят. Нет, может, есть смысл, как бы, дух веет где хочет, есть комиксы Анны Карениной и все это. Нет, но мы должны не забывать тоже, если мы ссылаемся на западный опыт, то ведь вот у нас недавно показали, я не посмотрела полностью, но те куски, которые я смотрела, мне не понравились, «Жизнь и судьба», но мы не можем, я не знаю, насколько здесь это послужилось толчком, не знаю, к тому, чтобы все стали читать Гроссмана, читать, но вот в Англии поставили радиоспектакль, который шел выпусками, и то, что я просто знакома с издателем Гроссмана в Англии, и что у них подтолкнуло это продажа книги, вот, перевода, просто невероятно, это факт. Ну да, через мультимедийность. Напомню, наш телефон 651099,6. Поддерживаете ли вы идею списка 100 книг? Иван на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, я поддерживаю эту идею однозначно. Хорошо. Почему? Почему, да. Ну, я как бы вам поясню. В своем примере. Я вырос в семье, у меня в первых классах. И я научился читать уже там в пять лет буквально. То есть к моменту похода в первый класс у меня в арсенале были Жюль Верн, Дюйма, Беляев и детская советская энциклопедия. И я до сих пор продолжаю читать книжки при каждом удобном моменте, правда, в интернете. Не, ну хорошо, мы рады за вас. А список-то, каким образом он поможет людям? Я думаю, он поможет им развиваться. У меня есть племянник 12 лет, который каждый раз, когда видит, как я читаю книгу с экрана, он так кривит нот и говорит, ты опять читаешь книги. Ну да. Вот можно, простите. Я попал в армию после университета. Спасибо. Ну и поскольку я как-то вот не пил, был молодым лейтенантом с Байкалия. И около офицерской гостиницы я читал, не помню что. И периодически ребята, которые уже сходили в винный магазин, а у вас же нельзя нецензурную, да, вот ратата опять читает и так далее, да, ну вот примерно вот такая реакция. Я просто хочу сказать, как журналист, да, что, при том, что я просто наслаждаюсь нашей беседой, но, так сказать, как-то вот кто нас слушает, может быть думает, что мы совсем как-то, я не знаю, уже впали в маразм, потому что, значит, в чем проблема, о чем мы вообще говорим, да, здесь, если говорить о списке, да, мы говорим, мы не против, что в чем все люди, которые звонят, которые список одобряют, они говорят вот именно о том, что я сказала, да, они говорят о том, что они одобряют наличие некого списка книг, который расскажет, поведает, значит, интересующим, что вот есть, знаете ли, какие интересные книги для чтения. Когда мы с Сергеем или кто-то еще, разные люди, выражают опасения по поводу этих списков, опасения их оказываются такими. Не будет ли этот список директивой, и что скажут, вот эти книжки не читайте, а другие, наоборот, читайте, а другие не читайте, то есть опасения относительно списка, я считаю, пока они обоснованные, но все-таки они заключаются, люди, которые одобряют список, а чего ему не одобрять? Понятно, ну, тебе предложили вот такой, что есть такие книги, почему ему вдруг это не одобряют? Потому что, да, воспринимают список как ограничение, для кого-то это как расширение. А если эти книги навязаны, и тебе говорится, что, значит, ты должен, потому что Путин, опять же, поскольку я писал статью про его статью, то я ее помню. И в конце... Слушайте, ребята, может быть, эти книги пойдут с уценкой какой-нибудь, может быть, они дешевле будут в магазинах, а? Может быть, я думаю, скорее всего, будет какое-нибудь прикормленное издательство, которое получит большой тендер на издание этих книг. Да ладно, сколько раз Республика Шкита уже издавалась, слушайте. А тут будут с грифом? Ну, может, с грифом, кстати. Вот это, между прочим, как некий коммерческий проект, очень хороший проект. Конечно, ну, была же водка, поставщик императорского двора, да? Да-да-да. Просто я хочу сказать, что, если говорить об опасности, то там, в конце путинской статьи, где было все сказано про, значит, мы не дадим отпор мультикультурализму, и про вот эти вот эксперименты американские со списками и в 60-х, и в 20-х годах. Все это он, значит, там упомянул, а в конце сказал, и вот хорошо бы нам вот по этому списку, не по программе, а по этому списку устроить такой экзамен, который бы люди сдавали, по усвоению вот этого национального кода. С тех пор, слава тебе Господи, это блестящее предложение не всплывало. Но ведь мы, так сказать, да, где мы живем-то, это, значит, еще может быть... Может у нас экзамен по Фадееву, Сурене. Да, это может быть, да, понимаете? Ну что ж, послушаем наших слушателей еще раз. 65, 10, 99 и 6. Евгений, слушаем вас. Одни мужчины. Здравствуйте. Я хотел бы как раз высказать свое мнение по этому рекомендуемому списку от государства. Ну, первое, я считаю, что список маленький. То есть 100 книг, это, ну, как бы достаточно небольшой объем. Почему... То есть не все должны, могут прочитать одни и те же книги, должны читать, да? Почему бы не расширить список за счет иностранной литературы и за счет нон-фикшн? Нон-фикшн. Ну, здесь есть нон-фикшн. И, например, Джей Адлер, как читать книгу, да, у него тоже в конце приводится список, и там, как действительно, одни из самых гениальных книг приводится. Почему бы даже не читать, я не знаю, древних греков или Эйнштейна, или Ньютона. Понятно. Или Дарвина. Спасибо, спасибо. Да, то есть они уже и гениальные, как бы, писатели. Ну, вот, вы знаете, тут принес Ефим список от Бродского, книги, которые должен проехать каждый из преподавательского опыта Бродского в американском университете. Там, конечно, все так жестко. Ну, так скажем, там, Евсевий, церковная история, Боэция об утешении философии, Пселл, жизневое писание правителей Византии. Нет, прекрасные книги, но, как бы... Нет, но все-таки, значит, он преподавал все-таки в колледже, да, это не школьникам он предлагал, это в Маунт-Холлиок. И в тем, кто записался к нему на семинар все-таки тем людям, которые интересовались поэзией. Все-таки это специальный список. Кроме того, заметьте, здесь основополагающих книжек нет. Бродский был человек высоколобый, который считал, что Боэцкого прочтешь, а Достоевского ничего можно не читать. Поэтому... Или уже прочитал, априори. Нет, он знал, он учил этих американских студентов, и никакого Достоевского на этот момент они не читали. Или, как замечательно написал Набоков, что он был уверен, что он сможет читать Анну Карамазову в оригинале. Вот, да, так что примерно такие. Ну, вот это тоже правильно наш слушатель говорит. А как-то вот меня действительно очень смущает его национальная направленность этого списка. Давайте посмотрим на заголовок. Перечень ста книг по истории, культуре, литературе народов в Российской Федерации. Так, может быть, вопрос, воспитываем мы гражданина, так сказать, национального государства, или воспитываем мы вообще ширококультурного человека? Может быть, априори считается, что Джека Лондона, там, не знаю, Голосороса, Ванегута и Шекспира, и так ребята будут читать. А где, в программе есть Диккенс, Диккенс, Робинзон Круза, Гулливер? Робинзон Круза я не уверен, если там, вот, Свифт, вот, и так далее, не уверен. А, и Свифт не уверен. Нет, ну, во-первых, что значит есть программа? Мне просто кажется, что... Марк Твен. Я не знаю, здесь этак, все-таки, да, поскольку это действительно, что мы отходим, этого сделано по пути... То есть, никогда бы не стали его составлять, если бы Путин тогда не сказал, что давайте составим. Тогда он нам предложил национальный код, поэтому они его составляют национальный код, а не интернациональный код. Значит, относительно такого, значит, большого вселитературного списка, ну, действительно, ну, вот, совершенно правильно мы вспоминали. Та же Академия или та же, вот, Горький, да, это же была, ну, та самая идея составить некий золотой фонд мировой литературы, который... Это извечная всех попытка, и они со временем... Кстати, Анечка, вот эта попытка 200 томов в Библиотеке Всемирной, это была удачная попытка. Там были, конечно, какие-то тоже, ну, да, не каким-то восставшим народом Востока, но, в принципе... Процентов 10, я думаю, такого там вот есть, а остальное, это просто вот у нас был курс литературы филфаковский полностью исчерпывается. Да, в звонках слушателей мы очень часто употребляем вот это слово «должен». Должен, должны, все-таки никто никому ничего не должен, ведь на самом деле единственный должник, который здесь появляется, я с тупой настойчивостью повторяю, что кто-нибудь должен завести книжки, пусть их будет больше. Вот я тупо говорю, как идет, но пусть будет больше книг доступных. Я не исключаю, что и сегодня, все-таки, если посмотреть на покупателей книжных магазинов, мы же их социально идентифицируем все-таки, да, это средний класс, большей частью, правильно? Ну да, люди вообще уже делятся, фактически, на читающих и не читающих книжек. Просто-то книги стали дороже, чем многие могут себе позволить. Многие западных страны, да, могут себе позволить. Ну вот да, я здесь соглашусь с нашим гостем, соглашусь с Ефимом Урачевским в том, что действительно, давайте просто из того исходить, что книги просто должны быть, как физические объекты. Пускай даже к этому ведет такой странный путь, как вот этот вот список из ста книг, который, конечно, во многом, так сказать, корявый и убогый, вот, но в любом случае, мне кажется, мы должны... А давайте 106, а? Давайте нарушим вот эту магическую цифру. Давайте тысяча одну книгу. Или тысяча одну книгу. Тысяча одну книгу, да. Давайте на этом договоримся, на тысяча одной книге, которые должны лежать везде, на всех плоскостях. Так что с призывом к тому, чтобы покупать, читать книги, учить ваших детей, заканчиваем эту программу. Анна Наринская, Ефим Рачевский, я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.